Всем привет, друзья! С вами канал Al Pacino и у нас сегодня очередной обзор очень интересных товаров. А именно, солнечные панели от компании Blitzwolf и мощного тактического фонарика. Эти два товара приехали мне с сайта Banggood. Вот такая вот солнечная панель на две секции. Далее мы рассмотрим ее в видео. И такой тактический, защищенный, водонепроницаемый фонарик. Кому могут пригодиться эти гаджеты, вы уже сами для себя решите. А в этом видео мы посмотрим их тест, обзор, плюсы и минусы. Погнали! Фонарик BV-T1. Поставляется в фирменной коробочке без особых изысков. На обратной стороне коробки имеется наклейка с перечисленными характеристиками фонаря. В комплекте с фонарем идет лишь темляк и пара бумажек, одна из которых краткая инструкция на нескольких языках. Покрытия анодированы, обычные, но благодаря ромбовидной накатке фонарь довольно цепкий. На голове присутствуют нетипично большие для EDS фонаря ребра охлаждения. На хвосте проушины для темляка и кнопка обратного клика. Проушины одиночные, поэтому при установке фонаря на хвост приходится повозиться. На всех резьбах силиконовые кольца и смазка. Воды фонарь не боится. Светодиод XPG3S42A. Присутствует минеральное стекло. Выбор цветовой температуры пока что производитель не предоставляет, но вероятно в будущем он появится. Драйвер имеет диаметр 20 мм и он тупо впрессован в голову, выдернуть его не удалось. Фонарь как по габаритам, так и по свету является переходным звеном. Между карманными EDS фонарями, для подсветить под ноги и компактными дальнобойными. Работает фонарик на аккумуляторе 18650. Максимальное время работы на самой низкой яркости 199 часов. Защита IPX8, то есть он работает на глубине 1,5 метра без проблем. Максимальная яркость 750 люмен. Световая температура 5000 кельвинов. Вес 108 грамм. Сейчас мы проверим нашу водонепроницаемость фонарика. У нас прошло уже 5 минут времени. Ну и нашему фонарю ничего нет. Я в принципе думаю, никто не будет сомневаться, что он не водонепроницаем. Он довольно хорошо светит под водой. Солнечные батареи. Батареи приобрели весьма широкую популярность у сторонников экстремальных видов спорта и туристов. Батарею Blitzwolf 15V можно смело отнести к оптимальному варианту для всех. А с помощью комплектных карабинов батарею можно повесить на петли рюкзака и заряжать смартфон или планшет во время перехода. Но тут конечно нужно учитывать направление движения, чтобы не заслонять с собой солнце. На высоте находится и показатель энергетической эффективности от 21,5 до 23,5. Если сравнивать, то дешевые девайсы обладают показателем менее 15%. Полноценное функционирование солнечной батареи гарантировано при солнечной погоде, а также когда наблюдается переменная облачность. Самая большая эффективность работы батареи достигается в тех случаях, когда ее панели повернуты к солнцу под прямым углом. Поэтому, хотя это и труднодостижимо, все же нужно стараться соблюдать данные правила. Что касается внешнего вида, то вид она имеет вполне привлекательный. В распоряжении батареи всего лишь три секции. Пара для ее энергетических элементов и одна для устройства зарядки. 530 на 165 мм. Такими габаритами батарея станет обладать, когда ее разложить. Весит весь девайс примерно 400 грамм. В последней секции находится кармашек, в котором покоится блок на два USB порта для зарядных кабелей. Однако он настолько миниатюрен, что оставшегося пространства в кармашке вполне хватает для смартфона, который вы установили на зарядку. Стоит отметить влагозащищенность батареи. Ее чехол соткан из качественной ткани, типа Canvas, что очень удобно для походных условий. Так, и сейчас мы будем проверять, как же наша солнечная панель зарядит мой телефон. За сколько времени и на сколько процентов. Так, подключаем наш тестер. Так, можем наблюдать. У нас 5,29 вольта. Напряжение пока что ничего нет. Ни сопротивления, ни времени. Так, и смотрим. Зарядочка у нас пошла. Не знаю, видно ли вам или не видно, но у меня на телефоне 30%. Так, сейчас у нас при подключении телефона сопротивление 0,24 А и напряжение 4,73-76, оно скачет. Так, ну я и вижу, я уже вижу по мАч, что зарядка пошла. Оставляем наш телефончик. И придем через некоторое время, посмотрим, насколько же зарядился наш телефон от солнечной панели. Итак, после одного часа зарядки. Сейчас посмотрим поближе. У нас телефон зарядился. Так, видим. 1 час и 4 минуты у нас была зарядка. Зарядился телефон на 440 мАч. 5,24 вольта у нас напряжение. И 40,04 мА сопротивление. А по процентному соотношению телефон зарядился на 9%. Так, значит, подключаем наш тестер. Так, видим, напряжение есть. Подключаем телефон. И засекаем время, насколько наша зарядка зарядит из сети. Итак, у нас прошло времени зарядки 41 минута. Вот, как мы видим. За 41 минуту у нас телефон зарядился на 296 мАч. И теперь давайте будем высчитывать, сколько же идет зарядки за 1 минуту с розетки и с нашей солнечной панели. От солнечной батареи за 64 минуты телефон зарядился на 440 мАч. От сети телефон зарядился за 41 минуту на 296 мАч. После несложных математических вычислений мы выясняем, что за 1 минуту от солнечной панели телефон зарядился на 6,8 мАч, а от розетки на 7,2 мАч. Честно говоря, я немного обалдел. Я ожидал, что солнечная панель намного хуже будет заряжать по сравнению с зарядкой от сети. И делаю выводы, что на пикнике или просто на природе, несмотря уже на долгие походы в несколько дней, такая панель очень вам пригодится. Я бы сказал, что будет даже необходимой. Так что присмотритесь. Ну вот мы и подошли к концу видео. Как по мне, данная солнечная панель очень удобная и полезная штука. Но у нее есть один большой минус. Когда солнце на нее не поступает, она перестает заряжать. То есть в походе, ну или где-то на природе, нужно постоянно держать данную панель на солнце, чтобы пришла зарядка. Учтите при покупке. Фонарик, как по мне, нормальный, годный. Пучок света бьет прямо в середину и имеет большой радиус света, как вы сами могли видеть на видео. Спасибо за просмотр данного ролика. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Ах да, напишите в комментариях, пригодится ли вам такая солнечная панель и в каких условиях. Мне будет интересно. Спасибо за просмотр данного ролика. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok